привет зритель я решила поесть я сегодня ездила писать отдавать заявление в жилсервис на перерасчет оплаты за отопление которого не было со второго по середину девятого дня тут у нас есть звук под названием кошка листа и как бы мимо шаурмы не зайдя не пройти я решила что ну куплю себе обычную шаурму хоть то не веришь что надо делать самой но я пока мясо вообще не ем как-то вот только шоу шаурме или там гостя где-то меня еще кусок ролика в морозилке теперь есть я как-то все грибы я решила что можно купить шаурму пожрать на камеру с камерой точнее обсудить ту тему которая там меня как-то просили мое отношение теперешние спустя там хз сколько лет с последнего того видео первого блин как звать то его кусочек планшета вылез в кадр вспомнить бы какая тема как его может приблизиться немножко так мое отношение к дружбе и измене либо предательствует на данный момент ну и вот сейчас я это и зажую и заговорю мне очень нравится это все ума делает там или мусульманская женщина или наверное мусульманский мужчина но по крайней мере сегодня и до этого мне показалось не женщина именно мужчинка мужчина наверное тоже мусульман мусульмане не знаю бывают что мусульманская женщина вышла допустим замуж за ним за и мусульманского мужчина будет такие браки но это тема другая вы просто мне в камнице скажите кто не в этом следующее а потому что мне нравится у них шарма там видно что кладут на ваш это может они сами это слова ваши делают не знаю может вот который продается там у нас обычные такие ложки я как-то сама делала один раз лавашек пару раз делала япошечки типа лавашиков ну я уходила говорю кошка пойду мимо шармы куплю шармы тебе тоже дам кусочек месика я еще лошан зашла купила туалетной бумаги упаковку вот эту вот булочку чабата с оливками за 2799 потом там еще сыр нарезка колбаска нарезка холодильнике вот этот вот сыр тоже заша сашановская птичка а потом наш местный магазин зашла за десертом к чаю как бы я могу сама сделать десерт чая но решила что можно иногда купить ей десерт чаю там полина как раз донатила мне шоколадку я решила что можно вместо шоколадки вот это будет еще тоня донатила я донатила я на ваши донаты заказала штуковину которая будет поддерживать планшетик она вроде 14 придет так значит в субботу наверно она придет она в субботу придет не поздно то воскресенье я проведу стриму и вот она будет поддерживать этот планшетик на нормальном уровне а то я два стрима проводилась этого планшетика он у меня стоял упираясь в тазик с яблоками так вот достать пометанную часть молоком вполне неплохая японистая матья вот только не помню распасованная набрать в россии там же и купленная но конечно не изумрудная но при заваривании у ее более-менее меняемый цвет но с молоком она тоже вкусная без молока кстати тоже нормально с молоком я уж так по умолчанию ах включали вселенская в этот раз мне только две салфеточки положили я там еще сосиску в тесте купила все вместе 2 60 рублей не знаю почему сосиска может там какая-то копейка идет за счет того что вы спросили подогреть его давайте подогреем на как бы такая жареная но в общем тесто жареная я как бы нежелательно жареное тесто куда идем то хоть я дам тебе что-нибудь еще вообще у него как бы есть еда но мне хотелось есть потому что я что-то то еще 5 10 пока прособиралась а думаю блин у нас до 4 это работает туда куда мне надо я смотрю уже почти три часа думаю мне пока добраться то все надо же успеть думаю ладно я супу только подела потом по пути там что-нибудь съем или приеду поем кошка на маленький кусочек ну я увидела там сосиска в тесте приличная такая по вкусу ну это когда вы купила себе и как раз от магазинчика дошала там буквально минут 5 где-то пройти я слопала эту сосиску и поняла что теперь я могу шевелиться нормально я больше не голоден так супер сильно водичкой запила так вот по поводу дружбы возможно много кого волнует тема того персонажа которому был посмещён как-то ты с ней я бы не стал общаться ну может чисто так если в реале пересеклись может быть пообщалась но специально нет так вот сейчас у меня довольно мало этих друзей в реале осталось а некоторые из них конечно что-то отчебучивают я на какое-то время перестаю с ними общаться либо стараюсь реже общаться либо если знаю что они уже так себя показали однажды в прошлом то когда они себя ну дотрагиваться какая-то тема связано с прошлым то я уже как-то делю на что ну допустим однажды я как бы собиралась сапишла на собеседование на на устраиваться на работу а человек будучи там работающий пример моей несостоявшейся начальница сказала что ой да не берите на работу она такая плохая тупая все такое пример я так охлеела и где-то хотя мы до этого с ней принципе уже сотрудник работали надо работе и когда будут друга знаем и я такого прикола от нее не ожидала я на год перестала с ней общаться человек извинился и потому что был неправ все такое не думал что ее вот это поведение якобы шуточная примут за реальность и тут это спустя может быть лет десять на этой работе возникает нужда сотрудники с образованием типа моего еще как-то разделите свою нагрузку с кем-то другим ну не наговорите а вот смотри кусочек упал еще кусочек упал у меня с конца весны периодически все летом уговаривают прийти к ним на работу к этой моей подружке и попробуйте устроиться на работу типа вот эту я хочу вас работать я узнала что у вас там недостаточа сотрудников помню этот прикол из прошлого но не напоминая о нем подушки я всячески вежливо отказывалась ища какие-то очень веские причины почему я не хочу именно туда идти работать последним я мотивировала что у меня вполне себе у меня 17 800 сейчас пенсия и хоть я немного могу себе позволить не всегда все могу себе позволить меня это вполне устраивает просто я могу вставать тогда когда я хочу ложиться соответственно тоже тогда когда я хочу а не к десяти пилить в определенное место сидеть там в течение 8 часов чувствуется как работу на 075 ставки не на одну вторую на 3 четверти получать соответственную денежку ну и не иметь права там выболзли куда-то куда мне хочется а сейчас тут захотела в деревню уехала ну как ледового захотела в сад уехала захотела пошла гулять ну это вроде как прокатило а я просто подумала что вдруг я опять же попрусь по всем врачам значит ну что как обычно обходят врачи перед тем как устраиваться на работу перебрусь на это собеседование а там меня ждут какой-нибудь подобный прикол была у меня одна знакомая помогала мне при переезде а я играла на катах по ее прыгах ну или как взаимовыражка все-то все а потом вдруг выяснилось у меня дома пропали какие-то вещи до смешного крышка от сковороды сапоги луги зимние на сапоги мне правда возместили пасом денежку ну заявив что это типа лопаду дай но перед этим было странно эти сапогов жалко крышки для сковороды жалко еще чего-то жалко ну и когда этот человек теперь последний допустим года четыре пытается попасть ко мне в гости правда сейчас у меня там жизни получит получилось так что и не немного не до гостей ко мне я всячески ее чтоб не прямым текстом говорить вот от некий вас он год скандалить год ругаться я ленивая мне мне жалко времени на все эти срачи я стараюсь как-то деликатно избегать таких тем когда нужно посраться с человеком я стараюсь как-то минимализировать такую ситуацию но я просто стала предлагать когда метилась ко мне или спрашивала иногда прямо сейчас там там дома чуть новая появилась я как раз холодильник тогда купила город холодильник даже даже смекнули что холодильник просто так не умыкнуть незаметно и решили не приезжать я предлагаю ей встретиться на улице и погулять потому что тут район красивый можно просто погулять и говорю что помнишь ты меня звала к себе в гости я у тебя не была я наверно не была может в год переезда я говорю помнишь я у тебя давно не была ты мне в гостик себе зовешь и ты там ремонт дома сделала давай лучше я к тебе заеду все таки и она тут же отнекивается видимо думает что может вспоминаешь что я могу у нее увидеть какие-то свои вещи дома ну как бы мы иногда созваниваемся по ее инициативе я ее там на рождении поздравляю она меня тоже вконтактике но так чисто в реале пока не давно не пересекли один раз магнитную в этом магазине как-то пересеклись в повел себя по-свински заявляя при этом уж друзья здесь у меня подруга нудная как писец она знает о том что она нудная иногда она нудит и я говорю блин какая же ты нудная она она моя такая я конкретно мы с ней не ругались просто как-то однажды она приперлась в гости на пару часов раньше чем мы договаривались а я была вся в делах я ей высказала у меня скорее все бьет но минут через 15 я пробугуртила потом сказала ну скажи ты уже привыкла ты приходишь если не вовремя я минут 15 бугуртю а потом все нормально я думаю у меня тоже есть какие-нибудь косяки которые меня не делают с идеальной в своей точке зрения но мы до сих пор общаемся нормально ознакомый с весны 2008 года есть у меня один приятель который финансово вложился в камеру на которую я сейчас пишу но такой раз давай есть у нас общее дело сначала он всячески предлагает свою помощь я говорю тебе сделай потом у него семеро по лавкам случаются корова не дуя на дети не кормили еще что-нибудь там это образно выражается я потом дам тебе полизать эту тарелочку пока не лазай сюда теряйте мясо давай кусочек дам пока на обжирает хозяина только так так вот у меня наконец-то дошли руки практически заняться нашим общим делом с которым он мне обещал помочь еще в середине лета но у меня там и раньше я бы наверно сказала что вот типа тебе обращаться нельзя тебе обмануть обмануть накалываешь меня со своей помощью а как только это дело совершается случаются растягиваться иногда на полтора года иногда иногда конечно он какую-нибудь дурость говорит не подумав не слова при этом меня это обижает но я начинаю вспоминать что он в принципе очень даже хороший человек просто у него иногда бывают проблемы с общением ну и может быть я очистила свой круг общения от тех прилипал которые общались со мной пока я была улыбная а как только я стала чаще говорить слова не на тут какой-то жирок не для моих молочных зубов которых большинство не эти любители микрировать под других ну короче рыбы прилипало отвалились от меня то у меня возможно пересмотрелась и взгляд на предательство из меди и так далее потому что у меня их просто в принципе как бы не было ну были какие-то неприятные косяки допустим здесь у меня друзья мысль подруга а не муж и вот с ее мужем я общаюсь только потому что он ее муж но если бы он не был ее мужем я бы его стороной обходила километров за 120 потому что человек не особо большого ума из серии тех которые любят меня обсуждать за глаза и в лицо какая я супер плохая и вот он как-то было такое что вынужденная была общаться с ним лично он сядет стихая в мой канал той чем я занимаюсь и тому подобное а я в таком ступере всегда думаю блин а что ответить там ну я обычно говорю ну не нравится не смотри ну типа как бы и не надо смотреть меня типа я тебя не смотрю я говорю хорошо что не смотришь ну а то бы смотрел меня хотел бы еще и на канале без тебя таких хватает мне было у нас как говоря неприятно тут еще подруга в этот момент была немного недосягаемости но хоть и рядом но она тоже этим иногда страдает когда я писала стихи я вечно услышала какую хрень я пишу когда я свалила официально если то и неофициально чуть позже в смысле я свалить то свалила уже в удовольствие посещала лито но они все еще говорили что я все еще с ними сама по себе особенно я все еще с ними когда я там какой-нибудь конкурс выигрывала занимала какое-нибудь место от первого до третьего чтобы приложиться что не я сама по себе а именно с ними чтобы им тоже что-то перепало мне меня тут же к себе приписывали так вот я выслушивала какую хрень я пишу наверное какую хрень я рисую не какую хрень я рисую я не выслушивала но какую хрень я пишу короче тексты не по музыке именно по текстам ну стихи про а потом когда я свалила и вообще забила и ведь стала крайне редко писать и куда-то выезжать на такие сборы мне стало говориться что на самом деле я нормально пишу и даже очень нормально в сравнении с другими у меня не было такой темы когда выходят люди почитать стихи и сказала допустим регламент два-три стиха идеаль один я толкну один стих и свалила а большинство людей дорвались до зрителя где из слушателей не пишущий максимум какой-нибудь там библиотекарь или вообще один какой-то человек мило проходящий а все остальные вот такие же как он его не наткнешь на и вот на фоне тех которых не наткнешь я которая выходит прочитает один стих в четырнадцатом году на в течение в карабихе куда меня Влад Соскин дал уговаривал и прочитала один стих а сказали надо хотя бы два вернись обратно прочитай ну видимо я как-то выигрывала в этом плане я какая-то такая хорошая становилась ну и вот тогда человек начинает помимо прочего ну типа вот ты всякую херню снимаешь пардон фигню снимаешь нудную такую нылую я тебя не смотрю да буду я еще смотреть тебя там вела когда-то текстовый блог скидывала фотографию надкусанного бутерброда сефирки на вилочке вообще вот это вот человек который один раз где-то ткнулся в мой блог увидел что-то такое ему это залипло в душу ну смотри тебе залипло в душу я сама уже не помню что там было в этом блоге я туда редко захожу сейчас чисто написать что да блог жив типа люди я живу я веду канал на ютуб но вот здесь я тоже как бы живу иногда захожу и вот мне это в лесу говорится что я до сих пор не знаю как это воспринимать типа вот ты всякую хрень пишешь то чем она занимается допустим для меня тоже это хрень да я не говорю об этом потому что для меня это хрень а для нее это нормально так вот я пришла домой у меня было такое слегка опущенное состояние ну не очень приятно себе всякую херню выслушивать от людей которые если вам не нравлюсь я ну зачем вы со мной общаетесь они считают что им со мной интересно но по обосрать то что я делаю это хорошо я более тактично в этом относительно хобби других людей и утром выясняется что ну допустим один человек сделал для меня приятное и это приятное намного перекрывает все негативное что я услышала до этого есть у меня друзья с которыми я стараюсь общаться вне своей территории потому что бухнул и понеслось на меня но раньше на кусочек упал мне одна подружка если бы она все время не признала в том что она мне годами пакостила перечеркнув всю нашу другу в принципе было бы это в прошлом в прошлом общались с лосиской парохода в 125 раз окей если бы она не говорила что она мне пакостила что все те неприятности которые со мной в жизни случались на тот период жизни это благодаря ей так бы все нормально и было потому что раньше мы с ней на 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 общались она внезапно там переставала со мной общаться типа я уехала в Москву буду там жить бла-бла-бла или ты встала вдруг внезапно неудобная это охренне редко было неудобная либо ей стало выгодно опять же с кем-то другим более удобным я затваривалась и так у меня было довольно прилично друзей изначально по школе мясико упало на тарелочку на кошка скоро в дверь не пролезешь они появлялись я совершенно добродушная все снова у меня собирались я со всеми дружила а потом они снова отваливались иногда истерили что вот я такая вся плохая они делают мне пакости я про эти пакости не знаю и продолжаю с ними общаться думаю если бы я знала может быть и не продолжала бы с вами общаться сейчас если кто-то из них вдруг появился со своим удаемом ну мы же там с тобой учили дружили когда-то то все пятое десятое я бы сказала ну да окей но на свою территорию в эту квартиру я тебя пустила к ним пожалуйста к себе не надо надо все вместе погулять в кафе посидеть каждый плачет за себя они давай отметим мое день рождения я проставляюсь знаешь я подумала что я буду проставляться давайте заплачешь за меня и за себя у тебя же все равно за полцены билет до Ярославля не будем тыкать пальцем да ну что тут огурчик остался кусочек мясика ты же все равно скамуниди стоит мне только отвернуться да на вон хоть туда на табуре это скуги я хотела пожрать с микрофоном но у меня камера оказалась совсем разряженная настолько разряженная что слетели настройки вай фая ну дистанционно подключающиеся к фоншету у меня тут еще час сходить это то что я ломет пила так получилось что у меня обед был я забыла эти самые вот эти согрякать все купилась новая веганного спирулина и хлорелла и высший сорт 90 капсулу потом слопаю короче говоря это вот здесь у меня было но я по-прежнему как бы считаю что лучше быть одной чем общаться с какой-нибудь такой гнилой человечный который у вас может что-то скоммунитить сделать вам так обосрать вас нуды головы за глаза или сделать так что вы допустим пришли на работу устраиваться а вас сказали вам а знаете мы пошутили вот именно из-за того что мне однажды тоже на другой работе сказали мы пошутили ты чё думала серьезно мы пошутили теперь когда внезапно потребовался человек посидеть в комнатке я ищу повод не соглашаться даже если меня на что-то нужно долго копить а там по работам месяца три допустим и не пришло бы так долго копить спасибо не надо шамчу не тут у меня есть сделано в ярославле этот вареные с обычной гушонкой не знаю эти штучки и клетчики надеюсь без пальмового масла в крайнем случае у меня есть подруга мудная которая очень любит сладкое коте говорит ой я сладкая не ем не ем и сметает все что есть вообще все что сама принесла и все что рядом было я есть совсем не хочу и снова все слопала я не против я иногда готовлю много ее зовут она приходит или зовут слушай вот у меня тут это есть приходи пожрать у меня было две таких подруги одна любила что-то из дома прихватить у меня пожрав на халяву а другая не любит прихватить из дома ей можно сказать слушай у меня вот хлеба нету зайди купи там а она сама спрашивает что принести к чаю не всегда попадает в то что я могу осиливать приносит иногда что-то там пальмовое масло состав что-то мы не читаем и вот сама ешь но съем не чё такие роли на 1 квадрат еще вот этот хочу попробовать тут в лафике внутри суфлешка что ли мягенькая такая мне тут еще внезапно из прошлого вылетела девчонка с которой раньше общались и вот она примерно такого же типажа как Ненко с ней ела уж простите либо не проезжайте что я ее опять помянула такой же типаж, когда роза на фоне на розах только тут по большей части что вот ты вся такая неправильно сейчас я тебя загноблю и ты сделаешь то, что я хочу я думаю сейчас раньше у тебя это не получалось а сейчас думаешь получится все такая ты правильная я всегда такая была я видимо произвожу впечатление людей на людей такое что безоткатный человек во всем можно сядь на шею и смешивать ножки как только садятся на шею и смешивают ножки так я говорю, знаете, вот это мне не нравится а почему ты раньше не сказала? ну как бы два варианта может уже несколько вариантов почему я не сказала раньше я не считала это чем-то плохим я не знаю ну сейчас я подумала сильно ли это связано с дружбой может я как-то абстрактно выражаюсь опять? я смотрю на себя на планшете я смотрю на себя на планшете вот так я смотрю в камеру где там у меня клоточек? не поверю, зритель, меня вот это уже не лезет я оттаселю потом я сейчас думаю просто чаёк пить надо убрать тогда лёля, которая могла много сладкого сожрать сейчас к чаю допустим штучек 5 конфеток может тут кто-то хрен действует там написано в описании на сайте, что он или тут даже на коробочках, не помню что оно как-то снижает аппетит я думаю, что после шармы еще этот грибок поем с хлебом и салатом кусок сыра сожрут бутербродом у меня там есть еще шоколадка шоколадка неполноценная такая ближе к черной с малиной я как-то купила что-то сразу несколько штук разных шоколадок еще кусочек молочной шоколадки поняла, что молочный шоколад для меня слишком плитерный причем совершенно разных фирм альпенгольд, там это Россия, щедра душа ну, бывает шоколад молочный не притомит ну, и как бы я в последнее время делала свой шоколад она сама его, ну, в смысле, самопальный шоколад делала и его уже ела иногда, крайне редко хочется чего-то такого это же все равно в тему дружба, да? может быть так, что с человеком все нормально изначально и поэтому я крайне редко говорю нет, или там какое-то свое мнение озвучиваю если знаешь, что это мнение возможно вызовет негативную реакцию иногда с человеком понятно, что как бы общие интересы да, вот там это я говорю мнение вот как с Никитосом вообще приятно общаться родная душа, скажем так друг друга понимаем, все в таком духе особенно меня, правда, раньше напрягало, что у меня плохое настроение и по голосу можно это понять, а когда ты по тексту пишешь и он понимает, что у меня плохое настроение я так раздражала, думаю, блин как ты вообще это понимаешь, а? потом мне, правда, сказал, что он понимает, когда у меня плохое настроение и если на вопрос что-то случилось, я говорю, да все нормально а по голосу понятно что это совсем ненормально то не надо так говорить я не мужик короче, не суть важна бывает так, что с человеком много общих интересов но какие-то немножко расходятся нормально, я считаю и человек вроде как говорит, все нормально, все нормально общаемся, общаемся и в какой-то момент он думает, что ой, я такая вот удобная лёля сяду-ка я на шею пытается сесть на шею и сваливается тут же и идёт у меня, помню, одна подружка у меня лет 16 было ей 15 разница в год она сказала, вот, ты сначала долго-долго копишь себе а потом высказываешь нельзя так делать она сразу говорит ну, у меня как бы оно складывается возможно, это неправильно, конечно, что копишь себе, потом выкладываешь оно складывается из некоторых маленьких таких моментов оно иногда копится но не надо выкладывать потому что все люди слегка разные а иногда когда пытаются реально сесть на шею это уже как бы так даже агрессивно выглядит и твое вежливое твой вежливый ответ такой супер вежливый японец японец они все в принципе вежливые твой японецтый ответ не дает человеку понять что тебе это неинтересно ты не хочешь этим заниматься конечно надо жрать перед едой либо между приемами еды а сейчас осуществлю как бы приходится уже ну, более так резко как-то говорить что вот мне это не нравится я не хочу этим заниматься или как я однажды Ленке сказала что мне неприятно выслушивать говно про японцев японцев и аниме только потому что вот тебе это не нравится мне это нравится если тебе это не нравится можно не обсуждать эту тему или что мне неприятно выслушивать два с лишним часа что я должна стать матерью-одиночкой и родить ребенка потому что так хочет какой-то другой человек а не я сама и то что я сама хочу ее не волнует вот это я да если человек не понимает за два с половиной часа когда говоришь что мне эта тема неинтересна там сто вас в третий раз наверное или в пятый и приходит резко говорить то да если кто-то вдруг там жаждет со мной пообщаться мне одна подписчица писала я хотела бы такую подругу как ты но мы живем далеко я считаю что это вообще не тема для такого что живешь далеко у меня есть подруга которая живет в Питере я с ней виделась в последний раз в тринадцатом году в реале это не та которая еще живет в Питере одна живет совсем в Питере другая не совсем ближе к Питеру там в Севоловске не суть важно ну когда она говорит кому-то я так поняла что она всем говорит что она в Питере живет ну на самом деле там не совсем Питер под Питером и как бы то что у нас там расстояние 500 километров нас как-то это не смущает мы общаемся не так часто допустим как раньше допустим общались иногда мне просто лениво отвечать на это за общение иногда ей ну можно это понять это нормально иногда мне кто-то много-много пишет и мне просто в этот момент допустим некогда отвечать и человек может обижаться и думает что вот я такая плохая не хочу общаться или еще что-то а мне вот просто некогда а бывает такое состояние что я даже не китосу не могу ответить потому что у меня сил нет на общение у него бывает такое это нормально я считаю это не повод для посраться ну если допустим подружка с которой у меня был перерыв в общении за ее сменство пусть я не я даже не знаю как мотивировать она не считала это чем-то плохим или что-то такое иногда такое пакости какие-то делала на людях с чем это связано не знаю со зла это было не со зла но учитывая что от нее было больше положительных вещей чем негативных мы все равно с ней продолжая общаться и может если бы кто-то из них сейчас сделал бы какую-то пакость я наверное с одной стороны вот где-то год назад я бы сразу резко прервала отношения лучше одной чем с тобой а сейчас я скорее всего просто впала в афиг на пару дней а потом бы ну если бы человек допустим извинился за свою пакость мы бы стали общаться как раньше ну мало ли какая ситуация была что сподвигло человека так сделать но вот если бы действительно есть у меня человек с которым мы не общались пару лет причем человек думал что мы до сих пор общаемся забанив меня в контакте и в других социальных сетях при этом мониторе мою страничку и когда мы стали снова общаться она извинилась она извинилась и сказала что я была не права а там была ситуация такая почему перестала общаться были какие-то мелкие негативные моменты на всю дружбу но это я списывала на то что вот у человека такой характер более раздолбает чем у меня допустим а там а вот момент из-за которого мы перестали общаться был именно в том что я пришла к ней на работу и заходя на работу я услышала что ну как бы она работала в месте которое я периодически посещала еще до того как она там работала я пришла к ней на работу и услышала голос ее голос какого-то мужика левого и голос этого левого мужика читал вслух нашу с ней переписку там ничего супер личного не было но сам факт что она дала какому-то левому мужику которого я знать не знаю почитать нашу с ней переписку ВКонтакте это уже вот был пункт я ей ничего на лице не показала вообще ничего как бы не сказал что да вот ну как бы все нормально подумаешь даже сделает что я не слышала но это послужило тем что вот просто мы перестали общаться мне не хотелось скандалить с ней в присутствии какого-то левого мужика с которым она читала нашу переписку вслух вот это может послужить тем что я перестану общаться с человеком потом она как бы когда мы снова стали общаться она извинилась а то все но все равно были какие-то моменты и периодически когда мы сталкиваемся так вообще не в реале либо в сети и она люк ни с того ни с сего пытается начинает меня в попытке развести на деньги типа вот я хочу тебе помочь купи у меня вот эту хрень чем ты мне хочешь помочь и заявляет это мотивирует вот это все тем что ну у тебя же есть деньги тебе донатят во первых мне донатят не на стоках чтобы у меня были деньги во вторых донаты идут на поддержку канала по большей части на технику в третьих даже если б не донатили дофига это же мое дело я же в это канал то все таки ну ну не палец о палец ударить чтобы все вот это состоялось а случилось а потом это мотивировалось тем что вот у тебя случилась квартира ну квартира то как бы случилось и она и до этого была просто разменять одну переехала в другую у тебя то тоже есть квартира ты купила квартиру в ипотеку или во что-то там и в принципе я же не говорю что вот ты купила себе трешку в ипотеку или сколько там комнат у тебя там куча всего денег ты мне что-то должна отсыпать и какие-то такие мелкие негативные моменты начали появляться что я с ней стала намного реже общаться и она допустим пишет мне о каком-нибудь мессенджере мы с ней общаемся общаемся но вот лично встретиться мне уже с ней все меньше и меньше желание возникает но уже года два примерно не видели в реале так вот получалось что у нее была такая же ситуация что как-то не до того у меня тоже как-то ну я может и не против с ней встретиться но раз сам сам человек на контакт не идет навязываться что ли буду и еще одна там мадам была которая с которой я встретилась и как раз у меня только-только умерла бабушка я говорю что вот у меня умерла бабушка она мою бабушку прилично так хорошо знала часто в детстве у меня зависала в квартире я у нее была какое-то время в гостях но чаще она у меня зависала и я думала ну там человек может посочувствует или еще что-то ну как-то а там в ответ такой был что-то между радостью что вот у тебя умерла бабушка и какой-то злобой я так обалдела и мне стало вдаваться какое-то говно 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 какая я плохая что я стала неудобна и так далее и тому подобное и т.д. и т.п. мы с ней перестали общаться и меня как-то даже и не тянет потому что это был тот самый человек один из тех кто делал на пакости не извинялся в период неправильной реальности выдавал это так что вот ты сама виновата в том что сделать и пакость ты такая добрая что мне хочется делать тебе пакость это знаете у меня есть люди добрые но мне не хочется сделать им пакость это все-таки от человека зависит ну в общем если бы сейчас кто-то из моих друзей повел себя вдруг совершенно крайне невнятно сколько у меня на камере то место я хоть освободила но а еще что то есть короче если бы кто-то из моих друзей повел себя внезапно как-то невнятно не соответствующее тому что есть ну допустим все хорошо и сделка какую-то пакость я бы не стала его посылать далее и дальнее чисто потому что в прошлом у нас было много приятных моментов допустим допустим так кошка вот есть молочко но если ты его не выпьешь оно станет простоквашей просто попыталась бы понять человека я и раньше то в принципе пыталась понять человека оправдать то что меня там предали и так далее но сейчас я бы реально просто попыталась понять человека либо отморозилась бы на неделю и посмотрела бы как человек себя поведет если человек извинится объяснить почему он так себя повел и так далее то можно общаться дальше если не извинится и просто отвалится ну значит так и надо никита замечательный друг у меня было столько моментов периода за наше общение что я его резко хотела послать вот чисто даже за какую-то там непонятку сразу отвалится и он это все вытерпел учитывая что он попал на неправильную реальность и на момент как раз 16 года летом когда бабушка болела и я на ней пару месяцев присматривала это был тот еще гемор учитывая что бабушка у меня не ангел как многие считали на форуме где меня обсуждают внезапно до сих пор какие-то три с половиной землекопа скучно им наверное у них еще более скучная жизнь чем у меня скорее всего потому что для кого-то моя жизнь тоже скорее всего скучная они как написывали то я читаю я читаю я люблю читать себе мне так нравится то греть самомнение свое из под принтуса достающиеся так вот никитос мне все время сказал что у меня твое самомнение вылазит из под принтуса благодаря ему я научилась быть наглой и умению просить что-то кому-то потому что помню я у него что-то попросила очень витиевато мне было сказано что ну хоть от тебя я хочу слышать нормальную просьбу не в теле японцев начал где-то там из-за угла через четыре километра спросил я вот научилась просить о чем-то ну и вот есть друзья с которыми я давно знакома сейчас крайне редко общаюсь и все равно продолжают считать друзьями хотя в прошлом были некоторые негативные моменты допустим я доверила какую-то тайну двум человеком эту тайну внезапно сказали тем от кого я хотела ее скрыть просто не хотела чтобы они знали и выносили мне мозг расписали ее так как допустим черное стало белым я с ними где-то помню год не общалась был такой период что мы собирались вместе путешествие я отложила денежек напланировала что вот в конце лета мы поедем туда то туда то человек вместо того чтобы поехать со мной поехал на полтора месяца раньше мне об этом не сказал поставил уже просто перед фактом и сказал ты же такая скандальная да что я с тобой поеду я вообще не собиралась тобой ехать я пошутила посмотреть как ты среагируешь изначально я считала человека вполне адекватным нормальным взрослым при этом как бы человек меня прилично старше взрослый человек на тот момент на меня в принципе вообще взрослый человек и вот такие пара моментов были и соответственно как бы зная что у людей могут такое выкинуть я какие-то вещи стараюсь допустим не говорить был такой момент когда я купила холодильник кто-то за меня порадовался кто-то мне выносил мозг шина было покупать другой холодильник за другую сумму или еще что то ладно другой холодильник окей ваша квартира вы бы покупали другой холодильник за другую сумму я могу асет позволить только такую сумму за которую я его купила Если вы хотели, чтобы я купила за другую сумму, ну, подарите мне денег, чтобы я купила другой холодильник. Вот такая ситуация. Были какие-то неприятные моменты от людей, которых давно знаешь, и такого, в общем, не ждёшь. Но теперь, зная, что от них можно ждать ещё и такое, я просто про какие-то свои вещи им не говорю. Допустим, я не сказала, что я купила маслопресс, а он внезапно оказался изначально с браком, и у него не работала кнопка «Реверс». Я потом сделаю обзор, у меня всё это есть, я смонтирую, просто договорю там момент, который Аня просила сказать, когда я буду делать это видео про маслопресс, есть ли смысл такой покупать. И я для себя уже отметила, что есть, для чего было бы смысл, для чего не было бы смысла. Так вот, я про маслопресс не сказала, потому что я подумала, что мне будет выноситься мозг. Если мне близкий родственник выносил мозг очень долго, высмеивал и говорил всякие пакости, просто человек, с одной стороны, можно сказать, недалёк ума, с другой стороны, можно сказать, что просто человек волновался, и своё волнение он передавал только в такой форме, в которую он мог передать. Вот я только недавно поняла, что есть люди, которые, мне всегда казалось, что ко мне с негативом были настроены, но просто, вот у меня большой словарный запас, а есть люди, у кого чуть поменьше, из-за того, что у них чуть поменьше этот словарный запас, их выражение можно принять как негативную реакцию. Так вот, есть друзья, с которыми, в силу разных обстоятельств в прошлом, я бы какие-то темы обсуждать не стала, потому что чисто во избежание негативных моментов. И даже если мы с ними иногда бывает раз в полгода созваниваемся, это не значит, что они перестали быть друзьями. Хотя был у меня приятель, с которым мы один период жизни стали редко общаться, ему написала, Дима, мы с тобой ещё друзья, несмотря на то, что мы редко общаемся. Да-да, друзья, а потом на меня полился снова поток дерьма. Ну и как-то это я подумала, нахрен мне этот Дима сдался. Я всегда думала, что он слегка, ну, не особо одарённый от присутствия мозга. В смысле, не всегда, всегда думала, что он не очень хороший человек, но уверовала себя, что если он хочет со мной общаться, может быть, дать ему шанс, он нормальный человек, но он изначально был не очень хороший человек. Да и ЛР, я с ним. А есть люди, которые мне пакостили, мы дружили, они мне пакостили, они отваливались с визгом, какая я плохая, после того, как мне напакостили. И всё, потом приваливались, и как бы вот это, был такой чувак, он, значит, попросил денег в долг, там, я такая наивная, фягую, да-да, конечно, бери в долг. В реале никогда не виделись, меня, конечно, кинули. Меня кинули, так ещё это выставили, так что я плохая, что дала в долг. А не он плохой, что он взял в долг, меня киданул, везде это похаял, да ещё и контакт, я помню, взламывал, приходилось страницу другую делать, чтобы доказать техподдержки на тот момент, что та страница, в такой-то день сделанная, на такое отомылое все эти данные, это моя страница. Потом мне вернули страницу, я вторую выпилила, сразу удалила, и всё нормально. А он просто взломал, чтобы показать, ничего не делая там, никакой спам не рассылая, ничего, просто взломал, чтобы показать, что вот он это может. Ну, где логика, не знаю. И вот он внезапно, тут спустя пару лет, потом снова выскочил, причём нашёл меня на канале, на ютубе, чё-то так подписывал, причём вёл себя так, будто мы с ним прям друзья закадычные, а я тут чё-то, это, отмораживаюсь. Я думаю, чувак, ты вообще забыл, сколько пакоси ты сделал? Было какое-то дело, что вот он, ну, попросил ему помочь, за определённую сумму. Ну, как работа, да? Вот ты можешь делать, вот это там для нашей фирмы, чтобы вот именно ты сделала хотим. Мы тебе заплатим. Я сделала, мне не заплатили. Это посчиталось нормально. А чё такого-то? Ты чё думаешь, я тебе чё-то должен? Потом мне отдались деньги, где-то там одна треть из того, что когда-то у меня брали в долг, потому что он подумал, что всё-таки это неправильно не отдавать в долг, обосрав меня со всех сторон. И спустя какое-то время он снова появляется и думает, что я вот сейчас с распротёртыми объятиями ему скажу, побегу к ним и скажу, чувак, привет, давай я тебе сделаю всё, что ты хочешь, ещё и денег за это дам. Попросить, чтобы я чё-то такое сделала. А я одно время альтруистично совершенно за спасибо, точнее даже без спасибо, ну вот надо кому-то что-то отредактировать, я редактирую. Это ещё пору литобла. Редактировала всякие тексты. Там стилистика, стилистика вот эта, запятая где-то не там, грамотность, в слове хлеб ушла погулять в одном, в слове хлеб, хлеб, в слове четыре буквы, ошибок пять. Ну вот такое вот. А сейчас мне это вообще не интересно. И потом, те, кому я помогала, они такие пакости мне делали, такого дерьма про меня говорили в лицо и на глазах, что как-то больше и не хочется. Причём я делала как бы даже, ну меня попросили, мне было это интересно, я этим занималась, я это делала. Ничего взамен не требуя, ну хотя бы просто нормальное отношение максимум требуя. Что думая, что раз я делаю, значит ко мне будут нормально так же относиться. А я делаю, и меня после этого начинают, в общем до этого со мной общаются нормально, а потом мне пакости начинают делать в ответ. И говорят ещё, не делай добра, не получишь зла, ха-ха-ха, типа ты сама виновата, что мы с тобой так плохо поступать начали. И этот товарищ тут вылазит, и что-то ему надо, чтоб я видимо отредактировала. Типа ну хоть, ну даже типа хоть за деньги. Я думаю, так только за деньги и будет, причём оплата вперёд. Мне это не интересно уже. Ну как бы если бы они изначально на удобные лёли в ответ не делали пакости, они бы вполне могли со мной ещё общаться и там спустя 10 лет там обратиться ко мне, если бы у меня было свободное время, я бы им помогла. А сейчас вот это, нет, спасибо, не надо. Мне и так нормально. Так вот, вылезла тут одна дама, начала хаять мой канал, начала хаять всё, чем я когда-либо занималась, прибирать, что оказывается, я там в три ночи якобы играл на пианино, и мне вызывали милицию. На механке я говорю, не говорю, у нас наоборот была соседка, которая могла в три ночи смотреть очень громко телевизор, и это было слышно не только на нашем четвёртом этаже рядом с ней, но ещё внизу и в соседнем подъезде. И моя бабушка, и не только моя, с ней стабильно ругалась. Соседки тоже уже нет, она отдала Богом душу. Ну, то бишь, перешла в другую вселенную. И вот мне выдаётся что-то такое, типа, вот раз у тебя есть пианино, то ты достаёшь соседей. Я думаю, если ты хочешь, чтобы тебя никто не доставал, живи в частном доме с изолированными звуковыми стенами, потому что, как бы, в деревне всё равно у вас тоже птички поют, ещё что-то там. Кто-то голодит где-то громко, разговаривает, где-то радио играет. Это всё мешает. Живи в поле, в частном доме, где никого, кроме тебя, нет. Тогда тебе никто мешать не будет, а ты никому не можешь мешать. Сверху громко топают. Ну, окей, такой дом, тут просто, как бы, такая хреновая звукоизоляция. Ко мне приходит человек поиграть на пианино. Играет без педали. Если мне приспичивают поиграть, я обычно играю с педалью. Мне нравится играть с педалью, даже если там педаль не нужна. Либо просто поиграть на пианино. Но я знаю, что с такого-то времени по такое-то можно играть, а потом уже нельзя. Я к этому строго отношусь. Как бы считаю, еще и другие должны это соблюдать. Не только я. Ну, и в общем, меня хает со всех сторон. И думает, что я вот сейчас все брошу и буду делать, как хочет человек. А мне это изначально неинтересно. Как раньше, давно-давно, мне было сказано, мы тебя считаем, поэтому ты должна нам на халяву что-то нарисовать. Да, спасибо, не хочу. Была такая девочка, она мне сказала, вот ты левша, теперь я тоже буду левша. Ты поешь, я тоже буду петь, хоть мне там слон на ухо наступил, медведь на жопой приложился. Ты там что-то пишешь, я тоже буду писать. А раз мы тебя читаем, хейтим, угрожаем и всячески пакостим, то ты должна нам нарисовать. Просто так вот, свои краски, своя бумага, там свой материал, свое время, так, как мы хотим, потому что вот мы тебя читаем. А тут тоже такое, типа я там тебя и смотрю иногда, поэтому ты мне должна что-то сделать. Думаю, с какой радостью, ёпара сады. Вам же никто не заставлял меня читать, обсуждать и пакостить мне. Тем более смотреть. Так вот, люди, которые из прошлого вылезают иногда в моей жизни, при этом они накосячили в прошлом и думают, что сейчас мы будут такие суперзакадычные друзья, только потому, что они меня знают довольно давно, они друзьями никаким местом не смогут быть. но если теперешние мои друзья вдруг внезапно станут себя вести как-то странно, я могу отморозиться на какое-то время, посмотреть, что там будет, а потом снова общаться, потому что мало ли у кого какая ситуация, может, настроение плохое было, что-то случилось такое. Вот когда я понимаю, сейчас уже, когда я понимаю, что я могу что-то не так понять или что-то резко ответить, я не пишу своему приятелю в таком состоянии. Аналогично он так же делает. Чтобы не позраться на пустом месте, чтобы не было никаких-то недопониманий. Но если кто-то вдруг хочет со мной общаться и думать, бля, блин, Лёля такая иногда злобная бывает, я не кусаюсь, я не против общаться с новыми людьми, знакомиться, всё такое. Но если вот с кем-то я начала общаться, этот человек, а я его ещё как бы хорошо, не знаю, начинает вдруг себя неадекватно относительно обычного поведения вести, то я могу это... Адьёй, чувак, отвалиться совсем. Даже не пытаться понять, почему этот человек так себя вдруг стал вести. Раньше бы я стала пытаться понять, а сейчас нет, не надо, неохота. Работать психологом себе в ущерб за спасибо, даже без спасибо, только для того, чтобы сохранить дружеские отношения с каким-то ноу-неймом, мне не надо. Больше мне такое неинтересно. Если я не до конца поняла вопрос про дружбу и предательство, я ведь не до конца внятно сказала про эту тему, дайте мне знать в каменах и распишите тогда это всё вот это по пунктикам, типа вот такой-то пункт, такой-то пункт, такой-то пункт. В воскресенье я постараюсь сделать стрим, там что-то я вроде в чате обещала с девчонками обсудить. А это тоже что-то вроде про психологов. Если у кого-то будут вопросы, а я постараюсь это сегодня выложить, с учётом, что долго идёт оптимизация, максимум это выложится к пятнице, к утру или к обеду. Будет время и посмотреть и, соответственно, сконструировать вопросы, если вдруг возникнут после этого видео. И, соответственно, можете их задать в воскресенье к стриму. Он либо в 4 год, либо в 7 не знаю уж, как получится. Ну, это и всем пока. Спасибо за просмотр. И, если хотите поддержать канал, можете это сделать. Вот здесь будет облако. Ну, и всё со всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok